Сильву, бле! Дорогие гости! Сильву, бле! Жаву, бле! Овек, плезир! Господи, просто все от страха, все слова поускакают. Hello everybody, Владимира, я tour guide in Los Angeles and in the English language, сверкает своими, как вы видите, круглыми глазами. Вообще, я такой sometimes freaking out, когда вот эти вот лампочки ставишь на освещение. О том, что все время на улице работаешь, а тут вдруг в помещении. Но зато, сами понимаете, выгляжу необычно. Да, ну, с вами к делу. Случалось такое, когда вам что-то сказали или вы что-то увидели, а вы такие, а, овек, плезир! Живу, зон, при! А слов-то больше нет. Фу ты, господи, со страху все слова повыскакивали. У меня регулярно, регулярно. Это все потому, что меня в школе и потом в институте, а потом еще и там, и там, и там учили вот этим дурацким словам. Надо было заучить слова, а потом из них комбинировать предложения. А вот попробуйте вот сейчас вот скомбинировать предложения. Например, они хорошо ладят между собой. Или, например, они хорошо дружат. Попробуйте так между собой, да? Попробуйте его впрямую перевести. Это же будет нонсенс. Или попробуйте придумать фразу такую, например, диктор спросил собеседника об асфальтоукладчике. Я, друзья, сомневаюсь. Вам придется лезть в словари, а поэтому... Ну, с другой стороны, зачем вы учите слова, да? Вот сколько вы не учите, а все равно будет ситуация, когда вы такие типа... Ну, в Америке ругаются обычно словом джизус. Джиз. Джиз. Чиз, можно сказать, сыр, да? Ну, кто вот религиозно, они не очень про джизуса, конечно. Тогда они чиз говорят. А так вообще... Даже дети говорят... Джизус Крайст. Это когда колесо взорвалось, например, на дороге. Или кто-то тебе молоток на ногу уронил. Ты такой... Джизус. Ну, я как-то по этим делам не очень. Поэтому есть хорошее слово. Оно тоже божественное. Но зато оно как бы более разнообразное. Например, называется оно О-М-Джи. О-М-А-Г-А-Д. Например, приезжает такой вам гость и граф Калиостро. Вы выходите к нему с хлебом, солью и говорите... О-М-А-Г-А-Д. Или у вас там колесо взорвалось по дороге. Вы выходите и говорите... О-М-А-Г-А-Д. Или к вам дружище приехал какой-то. И вы его встретили на посередине мостика где-то в Венеции. И такой бежите к нему... О-М-А-Г-А-Д. Look at you. Who is here? Поэтому... Знаете, сколько слова не учи. Это вот из моего опыта не поможет. Вообще никак. Нет. Надо иметь фразы для определенных условий, для определенных ситуаций. Вот прям придумывайте, возьмите бумажку и напишите. Ситуация номер один. Вот я вхожу в комнату и не знаю, что сказать. Ам... И таки все разбожки свои повернули в вашем направлении. И вы такой... Ам... Ну и вам помогут. Типа... How can I help you? вот это хорошая фраза, когда не знаете что сказать говорите ну или можете сказать well сколько будет дважды два такой американец стоит well might be something around five и вы такой oh my god, man, you are right exactly, five вообще-то четыре, но для тебя можно и пы поэтому, друзья, еще раз говорю берите книжку это такая самореклама открывайте на любой странице ну раз вы не можете придумать фразу, что они ладят между собой открывайте вот эту какую-нибудь и какую-нибудь фразу, одну, пожалуйста, одну 10 минут в день, включайте метроном 100 ударов в минуту и пошли, и вот тогда когда вам покажется, что вы произносите ну как бы здорово, да вот вы говорите, например, мне нравится говорить по-английски например, daughter and water and my car is bigger а не по-американски and my car is bigger она эти картоши ко мне вверх набрала и разговаривала, как настоящий американец это не очень так хорошо а мне больше нравится разговаривать по-английски, когда вот щечки все прижаты и язык внутри там мотается, бегает короче, вот это вот, всю эту хрень лучше всего учить поступенно был такой художник, Павел Чистяков он говорил, что нужно все изучать поступенно не постепенно, а поступенно хорошее слово короче, рукомесло, поступенно берите фразу, например hi, how you doing и вот произносите его hi, how you doing и пока вам не покажется, что this is really cool the pronunciation is right не останавливайтесь долбите, долбите, пока не появится вот то самое произношение вообще обновшегося дог такой наглый, пришел, самими копытами постучал и ушел испортил практически мне съемку но я переснимать не буду есть вопросы, пишите, звоните побеседуем английский надо, знаете, в этом в диалоге изучать по книжкам что-то как-то я французский можно по книжкам, итальянский можно испанский по книжкам, китайский, японский наверное, затруднительно но английский вообще нельзя а логичный вообще, нелогичный язык все, see you next time bye everybody, пока